Рэй Брэдбери, каникул. Ну, я хотела бы начать с парадокса. Одной семье, мужчина, женщина и их сынок, они поехали на природу и проехали девяносто миль. А потом они проехали, они ехали без остановки над резине. И вот бензин закончился. Отец тяжело вздохнул, пошел назад автомобиля к узкому багажнику и нашел там запасную канистру бензина. Он достал ее и начал заливать в бак. Вот. Потом... А в это время? А в это время, когда он залил... Отец заливал в бак бензин. Мама и ребенок накрывали... А, разговаривали. И накрывали... Глядели на море. Они остановились около моря, напоминаю. И они достали покрывало и устроили пикник. После того, как отец перестал заливать в бак канистру... Канистру бензина... Бензин из канистры. Бензин из канистры. Он переоделся, и на нем был строгий праздничный костюм одежды. На нем была белая рубашка, галстук и жилетка. И когда они начали кушать и петь шипучку... Фанту. Скорее всего, да. Скорее всего, ну, она была оранжевая. И можете представить, как будто это была фанта. Короче, они начали петь эту фанту. И когда пузырьки поднимались вверх, отец постепенно расстегивал и застегивал по одной пуговице на своей рубашке. Потом жена спросила, а сколько нам ехать? Еще 90 миль, ответил отец. Сынок взял некоторые припасы. И его звали Джим. И тут отец обнаружил телефонную водку. Он вошел в нее и начал набирать... Сначала набрал номер Чикаго, потом Нью-Йорка, а под конец из Сан-Франциско. Ну, там были короткие гудки, или, как сказать, молчань, как в книге говорилось. Длинные гудки, скорее всего. Когда они отвечают, длинные гудки? Хорошо. Все, сказал отец, вешая трубку. Никого не осталось там, кроме нас. И мужчина, женщина и не хотели больше детей на земле. Они хотели, чтобы их единственный сын Джим стал последним ребенком на земле. Но он сам сказал, сколько рельс лопнулось, столько и привалов. И так, мы продолжаем. Когда отец пришел, сын его встретил свободной рукой. У него во второй руке что-то было. А свободной рукой он дотронулся до отца щеки, до отцовской щеки, которая казалась, как будто только что там прокатилась слезинка. Он отец хотел взять руку мальчика, но он сказал, дураки, дураки! Вы все дураки, болваны! И он убежал. Мать хотела сказать что-то, но не успела. Она хотела задержать Джима, но ее удержал отец. Короче, он прибежал, Джим прибежал к мою и начал плакать. Он без остановки плакал. потом взял какой-то обрывок листа, что-то там написал, вставил в бутылку, закрыл железной крышкой, пробкой, и размахнулся и кинул по морю. там он уже перестал плакать. И тогда прибежали его родители. Он повернулся к родителям, его лицо просветлело, и лицо у него не было не заинтересованное, никакое, а какая-то смесь улыбок. И что я вам скажу? Можно сравнить эту историю и историю то, что у нас сейчас происходит, коронавирус. И это я хорошо понимаю. И что хотя это... И что хотя это... История написана. История написана 1963 года, а у нас 2020. То... Такое ощущение. То такое ощущение, что это история. То есть это такая же история, что и сейчас. Что возможно... Что возможно этой истории повторится. И возможно он писал... И возможно он писал то, что... Предвидя. Предвидя 2020 год, то... Продолжение следует...